Кадетское училище – вельми добрая школа, где юнаки не только отримливают сведы, а становятся патриотами своей краины. Такое наркование выказал помощник президента Беларуси, инспектор по Грозинской области, подчас наведывания профильной эдукационной установы в агрогородку Парыча Грозинского района. В разговоре с кадетами Юрий Карайо поделился властным опытом и отказал на питание молодых людей. Я был в военном училище, а не чуть помладше, хотя, допустим, старший класс, 17 лет, но ничем от меня не отличаются. Я принял присягу, а они еще нет. В принципе, распорядок дня, форма, уклад жизни, взаимоотношения, как-то вот такие более армейские, видите, как они здороваются очень дружно и такие все подтянутые, они где-то уже себя наполовину чувствуют курсантами военного училища, слушателями какого-то правоохранительного вуза и так далее, все, что связано с этим. И хотелось бы дать пару советов, как себя вести. Сустреча у Гродзенским областным кадетским в училище отбылась у рамках проекта «Школа активного грамадянина». Помощник президента подкреслил, формировать житовую позицию важно с молодого взрослого. Особливо это тычется тех, кто собирается связать властный лез с военными специальностями. Сирот таких людей – гродзенские кадеты. Яны подчас мероприемства смогли адресовать Юрию Караеву свои питания. Утим леку об особливостях профессийного становления. Я сам впечатлен от встречи с Юрием Хаджимаратовичем Караевым. Я ему задал вопросы, которым интересовался. Становление его жизни, какой его путь был, нравилось ли ему заниматься чем-то, как он вообще продвигался дальше, через какие трудности проходил. Целью проекта «Шаг» является повышение информационного уровня сознания наших кадетов, а также их активности как в общественно-политической жизни, так и в социальных вопросах жизни государства. Поэтому это очень важно для становления, для развития наших кадетов и в целом для повышения их уровня самосознания. На сегодняшний день у Париджа проходит под рахтуку 110 кадетов, с их 23 дяучины. Молодые люди спастигают необходные виды на высоком узроуне, демонструют успехи в учебе и спорте. До слова, когда 80% выпускников областного кадетского училища протягивают отримывать адукацию во установах военно-силового профиля.